Приветствую! Мы находимся на сайте soccerstat.ru Напомню тебе коротко, чем мы занимались в предыдущем видео. А именно, мы собирали информацию с этого веб-сайта. Нам нужно импортировать все таблички по истории чемпионата мира по футболу, которые собраны на этом сайте. Как видишь, их здесь очень много. Импортировать в себе табличку Google. Вот подготовленная таблица. Здесь мы собрали информацию об общем числе исходных табличек, а также параметры их, а именно количество колонок и количество строк. Что нам нужно сделать теперь? Просто импортировать все эти таблички себе внутрь нашей таблицы Google. Куда-нибудь туда правее. Давай посмотрим, как у нас это получится. Для начала я хочу сделать сводку. То есть, посчитать, сколько табличек с различным количеством колонок, для того, чтобы их в дальнейшем импортировать. Чтобы сделать сводку, удобнее всего использоваться формулой запроса Query. Данные будут A3C. Потом в двойных кавычках пропишем текст запроса. Выбрать Cheselect. Выбрать B. То есть, количество колонок. Выбрать еще количество Count. По-другому столбцову. То есть, просуммировать, сколько их там. Ставим условие, где A не равно нулю. То есть, not A is null. То есть, пустые исключения. Ну, ну, ну. Так. Что еще? Группировка по B. Группы по B. И что еще? И хочу обозвать Count A каким-нибудь образом. То есть, label. Label это значит обозвать. Скопируем эту часть Count A. Как количество. Количество. Все. Закрываем двойную кавычку. Закрываем скобку. Нажимаем Enter. О! Получился вот такой прекрасный результат. Отлично. Вот здесь ты видишь результат нашего запроса. И хочу еще протестировать формулу, которая будет повторять нужное количество раз номер таблички. Например, вот в этой табличке 9 колонок и 5 строк. Нам же нужно скомбинировать это все таким образом, чтобы получилось 5 раз число 2. То есть, 5 раз номер таблички. Давай попробуем что-нибудь с этим сделать. Для этого нужно воспользоваться формулой этой повтора. Вот. Повторить текст. Вот этот. И к нему еще какой-нибудь разделитель придуман. Ну, допустим, дефис. И повторить его нужно столько раз, сколько будет потом в табличке. 5 раз. И теперь вот этот весь текст нужно еще и разделить. Есть такая формула Split. Текст разделить с тем же самым разделителем всем же дефисом. Она мне даст 5 раз двойку только направо. Поэтому сейчас все правильно. Нужно еще это и транспонировать. Вот так вот. И получилось 5 двоечек. Как видишь, это простой способ. Дает нам 5 двоек. Вот. И что мы будем делать дальше? Это мы будем комбинировать нашу формулу импорта. Чтобы она нам давала каждый раз нужное количество двоек. И каждый раз импортировала соответствующую табличку. Соответствующего номера. Сейчас ты увидишь, как это будет выглядеть. И раз уж мы сделали формулу с двоечками. Давай сразу же сделаем формулу из импорта. Сейчас сделаю это более чуть поуже. А вот сюда пропишу импорт. Импорт HTML. Ссылка у нас есть. Точка с запятой. Запрос у нас есть. Точка с запятой. Индекс. У нас тоже есть. Это номер таблички входящей. Закрываем скобку. Нажимаем Enter. Загружается готовый результат. Сейчас. Чуть-чуть правее проверю. Ты не можешь. Вот, пожалуйста. Вот. Это табличка. Номер 2. В которой 5 строчек. Еще 13-я табличка. Тоже замерзает 5 строчек. Давай сюда поставим номер таблички. Индекс 13. Вот. Вот это уже табличка, собственно, турнирная. То, что нам нужно. Вот так вот будут выглядеть импортированные таблички, которые будут размещаться одна под другой. И куски формулы мы, собственно, уже сделали. Осталось только прописать. Здесь вот будут куски формулы. Формулы будут состоять из вот этого и этого кусочка соединенных через знак косой. Ты помнишь, да? Соединенные формулы соединили два массива. Итак, приступим к комбинированным этих формулам. А вот здесь нам нужно будет прописать то же самое, только в виде текста. Тут есть некоторые нюансы. Во-первых, пока что вот эти вот скобочки фигурные мы выставлять не будем, потому что они уже на последнем этапе добавляются. И во-вторых, тут есть в этих формулах, внутри прям самой формулы, вот такие вот кавычки. Известно, если я хочу переводить это в текст, то кавычки нужно экранировать. Сейчас я тебе покажу, что это означает экранировать. Вот я сейчас вставлю сюда эту формулку. А теперь я попробую сделать ее в виде текста. Наравняется. Закрываем. И здесь закрываем. Он, видишь, выдает ошибку. Почему? Потому что здесь есть кавычки. Нужно еще две кавычки рядом поставить. Вот так. Раз кавычка. И добавим сюда тоже. Вот. Теперь он читает это как текст. То есть, надо как бы два раза эту кавычку проставлять, для того, чтобы он понимал, что происходит и смог переварить это в виде текста. Теперь давай воссоединиваем два кусочка. Вот. Это был кусочек, который делает нам кавычки. Второй кусочек это импорт. То есть, скопируем текст импорта. И сюда, после кавычки, проставим вот эту вот линию разделительную. И вставим текст, который касается импорта. У нас получилось как бы полный кусочек формулы. Вот. Вставим его сюда и поменяем здесь. Естественно, нам не все подходит. Во-первых, здесь намертво зашиты некоторые параметры. Например, А5 у нас будет, во-первых, А4. Вот, потому что здесь намеремся. Поэтому здесь внутри двойных кавычек проставим два раза амперсантами. Амперсантами. Вставим прямо значение из А4. С5 это будет С4. Проделаем ту же операцию. Две двойные кавычки. Два знака амперсанты. Шесть, семерка, две знака амперсанты. Русский расклад клавиатор. И пропишем тут на А4 ссылочку. Дальше. Ссылка на А1. Тоже, естественно, лучше сделать сразу же в виде готового результата. И пропишем на А1. Вот. Но посмотри, что у нас получится. Во-первых, нужно закрепить это и нажать F4. И чтобы при копировании формулы не съезжало. А во-вторых, сейчас я эту формулу передвину чуть ниже, чтобы ты увидишь, что у нас получится. Видишь, получился внутри формулы сайт вот этого вот чемпионата без двойных кавычек. Поэтому давай сюда еще добавим два раза кавычки. Сюда и сюда. Вот. Ага. И еще пару. Дальше, что все-таки мы будем добавлять. То есть, три раза дальше. Давайте, смотри. Вот. Теперь сайт, вот здесь, видишь, кусочек с сайтом находится как бы в кавычках, что и требовалось. Я предлагаю вообще формулу собирать здесь, чтобы мы видели сразу же, какой у нас получается результат. И теперь кусочек с сайтом, это имя, собственно, таблички. Можно просто его прописать. Помнишь, это внутри мы пишем два раза на договорочке. Пишем слово table без всяких ссылок. И теперь число 13, это тоже номер таблички. Поэтому внутри двойных скобочек два раза пишем персан и пишем номер таблички. А4. Вот. И получили вот такой результат. Транспонировать. Сплит вот этот вот весь кусочек вплоть до косой линии. Это, этот кусочек дает нам числа, вот эти повторяющиеся. Вот. Что мы должны повторять? Таблички и таким силам, потому что мы находимся в первом. На фоне первой таблички, да. Потом. Столько раз повторять тоже, вот, конечно, строка одна, здесь все правильно вставилось. Потом. Адрес сайта. Ссылочка, да. И все вроде бы правильно. Давай теперь два раза нажмем на этот крестик, чтобы эта формула размножилась в самый раз. И проверим это где-нибудь. Вот здесь, допустим, здесь вот индекс таблицы 4. Ага, вот здесь индекс таблицы 16. И 5 строчек. 9,5 строчек. Смотрим. Число 16 повторяем 5 раз. Все правильно. Сайт и там ссылка на 16-ую табличку. Вроде бы все правильно. Теперь, что я хочу сделать. Я вот это все выделю. Пойду на вкладку дополнительно и сделаю, чтобы текст обрезался. Я не хочу, чтобы он занимал полное место. И скопирую и вставлю как значение. Опять же, вставка вставит как только значение. Вернее, вот что. Я в первой клеточке формулу поставлю, чтобы она у тебя была. Вот. А в остальных всех скопирую и вставлю как значение. Чтобы просто эти формулы каждый раз при открытии книги и при выписании, выписанной каждой формулой, чтобы они не пересчитывались. То есть мы как бы обходимся малой тройкой. Мы все формулы, которые нам нужны, оставили, а смысловую их часть, то есть расчетную, мы превратили значение, чтобы таблички не рассчитывали слишком долго. Теперь вот то, что было справа, можно удалить, чтобы оно не занимало место. Теперь мы воспользуемся вот этой табличкой, со статистикой, которую мы уже посчитали, для дальнейшей работы и комбинирования мега-больших формул. Смотри, как мы будем собирать формулы. Во-первых, нам нужно объединить все. Но для того, чтобы объединить, мы будем фильтровать данные по количеству колонок. То есть первая формула, которая нам пригодится, это фильтр. Фильтруем. Вот получаем вот эти все формулы. От D4 до D, где при условии, что количество колонок от D4 до B равняется вот этому количеству колонок. Закрываем скобку, нажимаем Enter, получаем все формулы по фильтру. Второе, что мы должны сделать, это их всех объединить. Join. Разделитель у нас. Точка с запятой. Потом. Комбинируем это все, нажимаем Enter. И мы получили ошибку, что Ага, количество символов в результате функции Join превышает лимит. 5-50 тысяч символов. Представляешь, какая у нас большая формула? Ну хорошо, давай разобьем напополам. Смотри, у нас 834. Значит, мы можем хотя бы 400 первых вначале взять. От D4 до D4. И от B4 до B4. Есть. Получили нашу большую формулу. Что-то мы забыли. Ага, мы еще забыли волнистые кавычки. Фигурные такие, вернее фигурные скобки. Пишем фигурную скобочку в начале. И вставляем фигурную скобочку в конце. Чтобы получить нашу формулу. Теперь давайте все превратим в саму формулу. Это текст формулы. Скопируем это все. И вот куда-нибудь сюда. Специальная вставка значения. Вот. И теперь перед этим поставим знак равняется. И это все у нас превратится в такую большую такую формулу. Видишь, она подкрасила все. Все переменные подкрашены. Нажимаем Enter. И придется немного подождать, пока он сообразит. Придется ему довольно большой массив таблиц импортнуть. Вот. Нам удалось импортировать все. Большая часть этих таблиц, естественно, бесполезны. Просто пишите table, table. Полезная часть только вот эта. А вот 2014 в Бразилии. Год проведения чемпионата. И страна хозяин. Для начала. Что я хочу сделать. Чтобы, опять-таки, чтобы это все не занимало много места. Чтобы не считалось слишком долго. Мы прям весь этот диапазон сейчас превратим в значение. Начиная суда. И заканчиваем. Дископируем. Специальная ставка. Вставить как значение. Есть. Теперь вот эта формула. Мы ее сейчас скопируем. Ставим вот сюда. И здесь пропишем от 401. от 401 до 401 до D. То есть, с у кого-нибудь все следующее. Здесь будет 401 до B. Есть. Возможно, Enter. Получилась вторая часть формулы. И под нашей... Ну, под поход первым ртом. Вставляем как значение все это добро. И опять-таки, перед первой фигурной скобочкой ставим знак равняется. И весь наш текст сейчас превратится в формулу. Вот он подкрасился. Значит, это уже стало формулой. Нажимаем Enter. И опять немножечко ждем, чтобы сообразил наш компьютер. Скорость расчета зависит от мощности вашего компьютера, а также от того, какие в данный момент параллельно программы запущены. То есть, если у вас запущен только браузер, то оно будет считаться быстрее. И второй импорт через какое-то время у меня записался. Вначале он выдавал ошибку. Я даже боялся, что действительно там была ошибка. Но нет, он просто соображал, собирался с мыслями. Поэтому, если у тебя вначале выдается ошибка, не обязательно, что это ошибся ты. Может быть, это просто таблички еще не успели все подгрузить. И на всякий случай выдают ошибку. Итак, вот это все выделяем. Ctrl-Shift-стрелка вниз, Shift-стрелка вправо. Копируем. И специальная вставка как значение. Есть. Теперь нам нужно сделать некоторую обработку вот этих всех данных. Как видишь, у нас здесь на 4 цифры начинаются те клетки, которые нам действительно нужны. Соответственно, мы можем сделать фильтр. по этому критерию. Вот здесь вот, а по прозаглавленному. Вот это вот все. Import. Import. Данных. Да, здесь выше напишу, что это у нас. Вернее, наверное, рядом. Здесь же будет наш экспорт, а всех форм. Тогда вот это все. Чуть-чуть перебегреть. Сейчас. Сюда переставим. Где-то правее переставили. Google таблиц не очень удобная вот эта рука, она иногда сдержает. Во. Переставили импорт данных и напишем количество... Количество таблиц. Количество таблиц. Количество, вернее, колонн в таблице. Таблица. Один. Это для одной колонки. И давай еще чуть ниже. Таблица. Вообще, левых ненужных нам данных. Поэтому справа я пропишу формулу, которая будет фильтровать это все. Дэр. Фильтровать. Получить на выходе вот эти две колоночки. где находится по второму столбцу K. Первые четыре это цифры. Значит, Rgsmatch есть в соответствии вот этого столбца K. K2K. Такому вот выражению. Просто четыре цифры. Значит, цифры это у нас диджики. Так, D пишется. И в другом столбке нужно написать, сколько их там. Четыре в нашем случае. Закрываем. Закрываем одну скобочку. Закрываем вторую скобочку. Нажимаем Enter. И получили список всех чемпионатов по фильтру. Обратите внимание, что внутри фильтра можно использовать функцию соответствия регулярным выражениям. И это регулярное выражение соответствует вот такому вот прописанному слэш D. То есть, D это означает число. Ну, какой-нибудь, например, цифра какая-нибудь. 1, 2, 3, 4, 5, да? И 4 означает, что их должно быть 4. То есть, мы как раз отобрали все параметры, где есть год. И где год состоит из четырех цифров. Значит, вот это уже, собственно, данные номер один, да? Я здесь, наверное, формулу оставлю. Тебе этот пример может пригодиться. Вот. Как, обрати внимание, что в нашем файле все клетки, где есть формулы, я обозначаю желтым цветом. Вот здесь вот, где мы собирали куски формул, я тоже обозначу желтым цветом. Вот сюда вставлю для красоты столбец и некоторые формулы, чтобы они не вылазили за пределы строчки, за пределы клеточки их вернули, обрезанных. И помощью вот такого вот приема здесь кнопочка обрезать текст. Вот. Таким образом, что мы сделали? Мы собрали все таблички, которых количество кого-то равно одному, а их было 618. Очень много текстов, поэтому пришлось собирать из двух кусков. один кусков и второй. Собрали мы весь этот импорт вот сюда. Импорт я, естественно, превратил в значение, потому что слишком много таблиц. Вот когда мы будем импортировать с тобой вот эти вот таблички, я импорт оставлю в виде формул, чтобы ты потом мог изучить все это подробно. Вот. И потом мы собрали при помощи еще одной функции и помощь и сцепка ее с ревекс-мэч, что означает в соответствии всех регулярных выражений. Вот такого вот текста. То есть, вот эти вот данные, вот этот кусочек таблички, это, собственно, данные, которые нам уже будут нужны в будущем для нашей будущей таблички. вот. Я их хочу их подвинуть чуть-чуть ниже, потому что мы же еще будем делать оглавление для данных. Здесь будет, например, номер таблички. N. Здесь будет страна, которая проводила C. Я пока что обозначения для заголовков сделаю простые, чтобы потом легче было прописывать, потому что мы часто повторяем все эти типовые колонки. Дело в том, что сейчас мы собираем данные, а потом нам нужно будет еще и собранных данных все вот эти вот таблички также объединить в одну большую. Поэтому мы сразу же уже структурируем данные так, чтобы было понятно, что где находится. давай теперь эту формулу скопируем, ставим сюда, здесь немножко ее поправим, это заменим, здесь поставим 2 доллара, для того, чтобы формулу можно было размножать вниз. Клеточка B4 не съезжала. 400 строчки с формулой D. Скопируем эту формулу вниз, нажав Ctrl-D, кстати, и и вот это превратим в значение. А это подкрасим желтый цвет, чтобы ты потом видел в примере, где у тебя формула есть, а где у тебя просто так значение все вставлено. Так, давай теперь импортнем цвет таблички, у которых две колонки. Импортнем и куда-нибудь сюда вправо. Сюда вставим текст будущей формулы, поставим перед ним знак равняется, жмем Enter и получаем как бы ошибка, куда-то не ошибка, сейчас все загрузят. Вот, и получили табличку, которая нам, я вот смотрю по данным, даже не нужна. Здесь указан победитель чемпионата мира, это и так мы используем таблицу видео. И, в принципе, для полноты картины, я вставлю сюда, что это две колонки, импорт состоящий из двух колонок, наверное, вот этот кусочек я скрою, потому что он нам не нужен. Надо начало где была формула, я оставлю эту формулу для тебя и скрою, чтобы она нам не мешала потом в будущем работать. теперь предлагаю импортировать таблички, которые содержат три колонки. Опять повторяем нашу операцию, копируем, вставляем сюда текст, слева ставим так равняется, нажимаем enter, как видишь, выдал ошибку, но там ошибки должно, поэтому через какое-то время получаем все данные, а это, как ты видишь, уже не совсем так просто, хотелось бы видеть, а именно здесь турнирная табличка здесь указана страна, которая играла, который мы видим здесь 1816, но это значит, что это была 1,8 финала, по сутку, просто 1,8 это и будет автоматически как дата, здесь например это 1,4 а это 1,2 бой за третье место и финал, то есть вот эти все даты так называемые на самом деле просто некорректно импортировались, это раз, второе, у нас здесь есть номер импортированной таблички, это хорошо, это мы будем использовать в дальнейшем, потом у нас есть название всех стран, это тоже хорошо, то есть в данном случае простой идет, бой одной стороны с другой и явный результат, следующее, здесь есть вот такие вот результаты матчей по пенальти и обычные результаты матча, это тоже нужно отобразить в нашей будущей статистике, то есть если был пенальти, нам нужно в отдельной лодочке прописать, что матч закончился по пенальти, если было дополнительное время ДВ, то нужно написать ДВ, ЗГ, вот тут еще есть такое вот, это, как я потом догадался, золотой гол, раньше было правило золотого гола в футболе, поэтому, когда заканчивался матч золотым голом, то, соответственно, тоже это отмечалось, да, в данной табличке отмечено ЗГ, и сам счет, как видишь, 2,00, то есть он переведен в формате чисел, как будто бы это 2 часа 1 минута, это мы тоже сможем прочитать, но уже в нашем следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok